Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Последний денек очередного забега на 5 полноценных торговых сессий. Сегодня мы подводим итоги минувшего торгового дня и еще говорим, конечно же, об отчетах, которые впереди, то есть до конца текущей торговой сессии. Их будет немного, и я в целом предлагаю сегодня выделить, пожалуй, только данные по роничным продажам Канады. И нас этот отчет интересует в первую очередь и потому, что мы активно спекулируем парой доллар-канадец. Если вас интересует моя точка зрения и моя позиция, друзья, вы наверняка знаете, что я пока что удерживаю длинную позицию, жду, пока пара доберется до сопротивления 1.35 и опираюсь на поддержку 1.30. Этот уровень держится и для меня, собственно, удержание этой планки – это главный аргумент того, что нужно быть в покупках в расчете на то, что канадец все-таки сменит свой тренд на дальнейшее ослабление. Ну, мы поговорим, безусловно, еще о канадце. Давайте не будем нарушать привычный сценарий. Единственное, что напомню, друзья, что в понедельник мы проведем очередной вебинар «Правильный понедельник». Не забывайте, что проходит он в 16.30 по московскому времени. Буду всех вас ждать на нем. Разберем события фундаментального характера, опять же, все текущие недели, только самые важные. Посмотрим на те отчеты, которые будут уже заготовлены нам как трейдером-фундаменталистом на следующей неделе. Давайте теперь к активам традиционным для нашего анализа. Бренд 6308. На текущий момент на рынке доминируют продавцы. Мы говорили об этом еще и вчера. Мы признаем то, что есть высокая вероятность развития восходящей динамики. Но пока что именно им удается отыгрывать в положительном для себя ключе тот фонд, который сложился. Это данные по запасам. Несмотря на то, что запасы снизились пятую неделю подряд, все равно снижение было ниже, чем прогноз. При этом запасы бензина выросли. Может быть, это выступило компенсатором. Но вот факт остается фактом. На данных по запасам от администрации и динамической информации нефть еще сильнее просела. Может быть, еще более важным катализатором и очевидным выступил очередной виток роста напряженности в отношениях между США и Китаем. После очередных, также неоднозначных комментариев Трампа о том, что он готов при необходимости увеличить и рассмотреть возможность дополнительных пошлин на оставшуюся часть китайского импорта. Конечно же, эту тему мы тут же с вами конвертируем в риск для перспективы мирового экономического роста и последующего спроса на сырье. И к этой теме вот что-то подсказывает мне, но нам еще придется вернуться не раз, но не сейчас, друзья. Также хочу отметить, что у нас было смягчающее обстоятельство для наших прежних ордеров на покупку. Это обстоятельство связано с событиями на Ближнем Востоке. Были новости о том, что Иран готов вернуться к переговорам по ядерной сделке. Но я напоминаю, друзья, что диалог еще не начался. И я предупреждал, что любого негатива по этой теме может быть более чем достаточно, чтобы компенсировать всю ту поддержку, которую удалось накопить продавцам и впоследствии привести к росту цен на нефть. И в доказательство, опять же, вчерашние новости о том, что Иран, скажем, перехватил еще одно судно, которое было обвинено в контрабанде нефти. И как только эта новость пришла на рынки, котировки в моменте рванули в районе 65 долларов за баррель. Тема Ближнего Востока – это главная тема текущего нервяка, который сохраняется на рынке углеводородов. Не забывайте, что это мощный фон, друзья. Мы не можем положиться на то, что и говорить о том, что США и Иран смогут найти общий язык по явной конфронтации, которая еще несколько недель назад позволяла нам говорить и допускать, к сожалению, даже возможность военного развития событий. В общем, эта тема еще интересная. Давайте не забывайте про нее. Я делаю на нее большую ставку и считаю, что пока что рановато уходить в долгосрочные продажи. Доллар и иена 107.57. Текущие уровни можно тут же сопроводить фундаментальным комментарием о том, что рынок фьючерсов на ставку оценивает вероятность снижения ключевой процентной ставки Федрезерва на заседание в конце этого месяца на 50 байсных пунктов, друзья. Не на 25, а на 50. В 59 процентов, то есть выше 50. В принципе, этого уже должно быть достаточно, чтобы понять, что доллар будет испытывать прежнее давление. Помимо того, что мы разбираем опару доллар-иена с точки зрения внутренней слабости американского доллара, мы понимаем, что накануне пресса на эту валютную пару был оказан со стороны укрепления японской валюты благодаря ее выраженным защитным свойствам. А этому поспособствовало, опять же, решение Трампа вернуть на рынок главную угрозу для мирового экономического роста в виде продолжения политики протекционизма против Китая. В общем, эти риски сохраняются. Мы ждем, друзья, конца июля. Очень скоро заседание Федрезерва. Не успеем и глазом моргнуть. И, соответственно, дождемся фактического решения. И получим 100% вероятности еще один мощный аргумент того, что доллар будет оставаться аутсайдером. Поскольку мы говорим о снижении курса американского доллара, разумеется, понимая, что происходит в моменте с баксом и то, что может случиться с ним дальше, позволяет нам торговать золотом, ставя на его рост. Я ориентировал вас, друзья, на цель довольно амбициозную 1450 долларов за тройскую унцию. И, к моему удивлению, собственно, эта цель была сделана вчера гораздо быстрее, чем я предполагал. То есть мы достигли профитного ориентира. Я вас, друзья, с этим поздравляю. Давайте пока больше активности не проявлять, поскольку нужно дождаться уже непосредственно самого решения Федрезерва и посмотреть, как доллар отреагирует на него. Оставьте в покое на текущий момент золото. Я думаю, что у нас будет возможность вернуться к трейдингу попозже. Евро против доллара 1.1261. Здесь идея остается прежней. Мы ожидаем заседания Европейского центрального банка на следующей неделе. И будем ждать подробностей по новым экономическим стимулам снижения процентной ставки и перезапуск программы количественного смягчения. Вчера, пожалуй, важной новостью для еврозоны и для будущего евро выступили сообщения от ЕЦБ о возможности пересмотра целевого показателя по инфляции. Друзья, это тоже негатив. Это то, что обеспечит для нас возможность ждать более агрессивного подхода к стимулированию. В общем, по евро не нужно обольщаться, что евро сможет вырасти дальше. Здесь очень мощный фундаментальный национальный якорь, который будет топить впоследствии позиции евро. Доллар канадец. Хай вчерашнего дня 1.3093. Я уже было поверил, что мы наконец-таки пошли вверх. Но вот сегодня опять котировки ниже 1.3029. Момент Х, друзья. Поскольку впереди у нас 15-30 данные по ровничным продажам, я предлагаю даже сделку сегодня рискнуть через байлимит с уровня 1.3010. Купите пару в расчете на то, что на волатильности нам удастся схватить эту отложку и последствия вырасти. Потому что я сегодня не ожидаю сильных данных по ровничным продажам. Я думаю, что цифры больше разочаруют, как это было с показателем инфляции. И в совокупности после плохих данных по индексу потребительских цен на ровничные продажи на следующей неделе у нас будет возможность говорить о том, что Банк Канады все-таки примкнет прочим регуляторам, которые уже стали активно смягчать экономическую политику, точно такими же действиями. Это обеспечит канадца импульсом для оснижения. Ну и безусловно, друзья, против канадца действует и нефть, которая при всем том фоне, который я сейчас обрисовал, находится на уровне 63.08. То есть гораздо ниже, чем уровни, которые мы видели еще неделю назад. И фунт против доллара 1.25.40 выросли, мы снова выше планки 1.25. И тут сделку я предлагаю, друзья. Вижу, что сейчас можно попробовать продать, тоже рискнуть, поскольку волатильность довольно большая по британцу через стоп с уровня 1.25.20. Вчера фунт развил мощную бычью динамику. Благодаря данным по ровничным продажам, хотя на статистику можно закрыть глаза, она, на мой взгляд, совершенно не соотносится с реальностью. То хорошее, то плохое. Я не понимаю, где вот это зерно истины в этих макроэкономических данных. И вряд ли удастся понять сейчас на фоне серьезного риска Брэкзита. А что касается основного фактора роста, это то, что Палата общины приняла поправку к законопроекту, который не позволит новоиспеченному премьер-министру провести сделку Брэкзита без соглашения с ЕС. Ну, это очень спорный момент. Например, если Борис Джонсон станет примером, он сможет легко при необходимости проведения этой сделки распустить парламент в самый неподходящий момент. В общем, лазейки есть, если эта идея будет дальше лоббироваться. Я не вижу фунт гораздо выше текущих значений. Более того, я рекомендую вам его продавать. Уровень я уже дал. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok